Должность чумработница теперь официально внесена в список профессий России. Напомню, чумработница – это жена оленевода, которая ведет хозяйство в чуме. С начала 2018 года труженицы тундры начнут официально получать заработную плату. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в конце прошлого года. Власти Ямала, а также других северных регионов неоднократно поднимали вопрос о роли женщины в оленеводстве. Раньше чумработниц оформляли как оленеводов третьего разряда, что не в полной мере соответствовало их функциям и не гарантировало соблюдение прав. Подписано трехстороннее соглашение с работодателями и правосоюзом, и органами исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. И в этом трехстороннем соглашении прописано, что вот эта выплата будет оплачиваться чумработницам, которые работают в организованных предприятиях. Раньше мы их назвали оленеводами третьего разряда, а сейчас будут в трудовой книжке написаны чумработницы. Если раньше на двух оленеводов была записана одна хозяйка чума, то теперь количество чумработниц и пастухов в бригаде будет одинаковым. Денежные средства на выплату целенаправленно выделят из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. К организованным предприятиям относятся оленеводческие хозяйства, общины и индивидуальные предприниматели. Иным труженицам тундры, не состоящим в коллективных хозяйствах, данная выплата не предусмотрена. Если у них трудовые отношения прописаны с работником общины, то, конечно, тоже получать будут. Если сам руководитель общины, он предусмотрел трудовые отношения со своим работником.